МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Террина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Учитель года 2021. Педагог гимназии номер 2 стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Предупреждение спасения помощь СОРОВ подвели итоги конкурса по пожарной безопасности. Весенние ласточки в городе прошло открытое первенство по художественной гимнастике. Далее расскажем обо всем подробно. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России опубликовало сведения об эпидемиологической обстановке в СОРОВе в апреле. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции COVID-19 стабилизировалась. Число заражений снижаются, болеют в основном взрослые. Всего за апрель зарегистрировали 46 случаев заболевания, один с летальным исходом. Заболеваемость по сравнению с мартом снизилась на 41%. Прививки против COVID-19 двумя компонентами сделали почти 8 тысяч соровчан. Первым компонентом вакцинировали более 10 тысяч человек. Также в апреле зарегистрировали два случая заболеваний гепатитами среди взрослых. В том числе один случай острого вирусного гепатита А и один случай хронического вирусного гепатита С. Выявлен один случай бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ, и один случай туберкулеза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость микроспории в 3 раза, ОРВИ в 2,7. Острыми кишечными инфекциями на 50%. Вместе с тем снизил заболеваемость ветряной оспой на 54%, опоясывающим лишаем на 25%. Увеличилось число обращений по поводу укусов животными на 62%. Медики регистрируют первое обращение горожан из-за укусов клещами, которые произошли как на территории Сарова, так и за его пределами. Пострадали 5 человек. Педагог гимназии номер 2 Ксения Воронина победила на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Ее соперниками в финале стали 4 преддавателя из Нижнего Новгорода и области. Участники демонстрировали свои профессиональные качества в форме мастер-класса, делились мнениями о будущем школ, дискутировали о том, как выстраивать педагогическую работу с детьми цифрового века. Подробности далее. Ученики Ксении Ворониной разбирают письменную часть ОГЭ и готовятся к итоговой контрольной работе. Письмо они уже написали дома, теперь проверяют работы своих соседей по нужным критериям, а затем разбирают ошибки и недочеты со своим преподавателем индивидуально. С выбором профессии Ксения Викторовна определилась не сразу. «Где-то два года после окончания института я работала в IT, и затем я решила, что мне хочется работать в образовании, делать что-то полезное. Пошла работать с учителем английского языка сначала в Нижнем Новгороде, в 13-й гимназии лингвистической, и затем переехала сюда и пришла на работу сюда. В общей сложности, получается, седьмой год я работаю учителем». В конце марта Ксения стала победителем городского этапа «Учитель года-2021». В мае девушка заняла первое место и в региональном этапе. Он проходил в два тура. На заочной нужно было предоставить методическую мастерскую и свой урок. В финал вышли пять нижегородских педагогов. «Все конкурсанты вообще очень интересные, замечательные люди, было здорово на них смотреть. Уровень подготовки, конечно, высокий, все очень грамотные специалисты, все очень хорошо общались с аудиторией. И было здорово, интересно профессионально прирасти, наблюдая за своими коллегами». На очном региональном этапе конкурсанты проводили мастер-класс, в котором демонстрировали профессиональные навыки и участвовали в панельной дискуссии на тему «Школа как фронтир воспитания нового поколения научно-технологических лидеров». На вопрос о том, какой он учитель года, Ксения отвечает просто и лаконично. «Я думаю, учитель года – это тот, кто учится постоянно сам. Для меня это безумно важно. Безумно важно не зачерстветь, а безумно важно смотреть открытыми глазами на этот мир и как можно больше узнавать, узнавать и много полезного опыта приобретать каждый день». Осенью Ксения Воронина будет представлять Нижний Новгород уже на заключительном этапе конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В Сарой на пожаре погибли два человека, один из них – малолетний ребенок. Утром 16 мая в Союзе загорелся дачный дом. В нем находилось пять человек – две женщины и трое малолетних детей. Тем, кто был на первом этаже, удалось спастись и вызвать пожарную охрану. На втором этаже находилась 63-летняя женщина и ее 4-летний внук. Они погибли. Предварительный очаг возгорания был в Сарае, пристроенным к дому. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины пожара устанавливают другая важная информация в подборке коротких новостей. 21 мая в Сарой пройдет Ночь музеев в вочном формате. Программу для посетителей подготовили городской музей, художественной галереи, музей народной игрушки, библиотека имени Маяковского. Площадки будут работать с 18 до 22 часов. В художественной галерее торжественно откроют две выставки, пройдут встречи с художниками, кинопоказы, творческие мастерские для взрослых и детей, лекции об архитектуре Сарова, инсталляции, арт-объекты. В музее будет открыта кузнечная мастерская, организуют игры викторины, площадку для исполнения военных песен. Вход на все мероприятия свободный, но по предварительной записи. Все посетители должны быть в масках, количество мест ограничено. На базе детского центра «Лазурный» с 1 по 14 июля в рамках смены территории успеха пройдут учебные интенсивные сборы по направлениям наука, проектная деятельность журналистика, робототехника, судмоделирование, морская робототехника и спорт, туризм. Для участия необходимо до 24 мая подать заявку. Конкурсный отбор проведут с 25 мая по 7 июня. Все материалы размещены на сайте регионального центра «Вега». 22 мая в 10 часов на центральном поле стадиона «Икар» пройдет прием испытаний комплекса ГТО. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, пресс, наклон с гимнастической скамьи. Желающим сдать нормативу при себе и иметь маску, удостоверение личности, медицинский допуск. Мероприятие состоится при любой погоде. Обязательно запись на испытания на сайте sarov.defizsport.ru. Актуальную информацию можно уточнить по телефону 993-94. Саровчанка лишилась золотых цепочек и крестика ценности похитила неизвестной утром около закусочной на улице Московской. Подавать заявление в полицию женщина пришла в состояние алкогольного опьянения, ничего не помнила. Сумма ущерба не установлена. Чем еще запомнилась минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. С наступлением велосезона участились кражи велосипедов и самокатов. На прошедшей неделе сотрудники правопорядка зарегистрировали два сообщения о краже двухколесного транспорта. Неизвестный в доме по улице Гоголя снял велозамок и похитил горный велосипед стоимостью 50 тысяч рублей. Хотелось бы напомнить гражданам о том, чтобы они были бдительны и соблюдали элементарные правила безопасности, и принимали все необходимые меры для сохранности своего имущества. На дорогах за прошедшую неделю пострадали два человека. На перекрестке улиц Гагарина и Фрунзе водитель автомашины «Шевроле Ланос» наехал на водителя электросамоката. 49-летний мужчина на самокате двигался навстречу автомобилю по проезжей части дороги с односторонним движением. При этом рядом был тротуар. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные упреждения в виде ушиба мягких тканей головы, туловища, ссадин, растяжения связок шейного отдела позвоночника. После осмотра врачом приемного покоя КБ-50 был отпущен домой. Еще одна саровчанка обратилась в приемный покой после ДТП. Она упала в автобусе на проспекте Музруково, когда водитель резко затормозил. В результате ДТП пассажирка 62-го года рождения получил телесные упреждения в виде ушиба мягких тканей головы и левой кисти. После осмотра врачом приемного покоя КБ-50 был отпущен домой. Степень вины каждого участника ДТП установят следствие. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. С 2022 года рекламировать и продавать туры смогут только зарегистрированные в специальном реестре турагенты. Турагенты имеют право продвигать и продавать россиянам туры, которые формируют туроператоры. При этом в России уже действует федеральный реестр туроператоров, а реестра турагентов нет. В результате периодически возникают случаи, когда деньги, полученные турагентами за тур, не доходили до туроператоров, а клиенты оставались без отпуска. Реестр турагентов позволит сделать рынок прозрачный и защитить туристов. Включать турагентов или субагентов в реестр будут туроператоры, у которых есть личные кабинеты в системе единого реестра туроператора. То есть два реестра будут взаимосвязаны. Так будет фиксироваться наличие договора между туроператором и агентом. Если договор перестанет действовать, туроператор сможет сообщить об этом. Тогда турагенты и субагенты не смогут продавать туры, сформированные этим туроператором. Вести реестр будет рост туризм. Внести сведения нужно до 1 июля 2022 года. За нарушение новых правил установлена административная ответственность. Церемония награждения победителей и призеров конкурса по пожарной безопасности прошла в клубе «Мечта». В этом году творческое соревнование проходило под девизом «МЧС России» – предупреждение о спасении и помощи. Участниками стали дети, подростки и молодежь в возрасте от 5 до 18 лет. Всего было представлено 195 работ. Подробности далее. Как не допустить огонь в квартиру? Чем опасны игры с пламенем? Какие они – настоящие огнеборцы? На эти вопросы ответили участники традиционного конкурса «Что я знаю о пожарной безопасности». Владислав Глазков участвовал в конкурсе впервые и стал победителем сразу в двух номинациях – «Лучший агитационный ролик» и «Человек доброй воли». Я думаю, это правильный конкурс, потому что люди обязаны знать, как хранить природу и свою жизнь. Номинации конкурса позволили проявить свои творческие способности всем желающим. В рисунках, аппликациях и видеороликах ребята отразили тему предупреждения пожаров и шалости детей с огнем – профессиональные деятельности пожарных и спасателей. В этом году было представлено 195 работ. Таким номинациям, как художественно-изобразительное и техническое творчество – это прикладное творчество, также «Лучший агитационный ролик» и «Человек доброй воли». В этой номинации были представлены различные стихотворения и очерки собственного сочинения. Основная задача конкурса – пропаганда среди учащихся школ, города и воспитанников дошкольных учреждений – знания в области пожарной безопасности, формирование у ребят умений и навыков поведения в случае возникновения различных ситуаций, а также повышение имиджа профессии пожарного и спасателя. Сейчас вот в таком уровне, в таком возрасте они запомнят, как правильно действовать, как правильно себя вести при пожаре, в быту, на улице. Они и дальше будут нести по жизни этот опыт, который они сейчас приобрели. Работу победителей представит Саров на областном этапе Всероссийского конкурса пожарной безопасности. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Творческая мастерская, приуроченная к Международному Дню Семьи, прошла в Молодежном Центре. Под руководством опытного наставника дети и их родители создавали аисты – символы благочестия и рождения детей, и разговаривали о семейных ценностях, и рассказывали о семейных обычаях. Подробности далее. Все родные, с кем живете, даже дядя или тёси, непременно вам друзья. Вместе вы одна семья. Ватные диски, цветная бумага, ножницы, клей и немного фантазии. Гости игровой комнаты молодежного центра в преддверии Дня Семьи мастерили птиц, которые, по легендам, приносят детей. Такие мероприятия помогут укрепить семейные отношения, а также развить творческие способности ребенка, считают организаторы мастерской. В совместной деятельности дети и родители изготавливают работу в технике аппликации. Главными персонажами которой является семья аистов. Ведь именно эта птица является символом семейного благополучия, любви к детям, почтения к родителям, начала новой жизни. Шесть семей города решили принять участие в мастер-классе. Анна Катыкова пришла сюда с мужем и сыновьями. Никита работал над аппликацией вместе с папой, а мама помогала маленькому Артему. Ему всего полтора года. Надо бабушку на плену. Снимать верхний слой. На плену бабушке. Даже бабушке. Для малышей также приготовили загадки о семье. И самый важный вопрос, который задали каждому, звучал так. Что такое семья? Все ответили на него по-своему. За оживленной беседой время пролетело незаметно. И вот гордые белые птицы уже появились на полотнах. И работа мастерской подошла к концу. Сегодня я на мастер-классе делала такого аиста. Было немножко сложное, но мы с папой его сделали. Ко дню семьи для саровчан также приготовили квест за крома родных промыслов. Его провели на пруду боровом. Анна Пилипец, Артемий Глацков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров. 24. Это наш любимый папа. В спортивном комплексе «Юниор» прошло ежегодное открытое первенство города по художественной гимнастике «Весенние ласточки». В соревнованиях приняли участие юные гимнастки из Сарова, Арзамаса и Нижнего Новгорода. Спортсменки продемонстрировали умение выполнять обязательные элементы художественной гимнастики и владения реквизитом. «Весенние ласточки» – первое мероприятие, которое провела спортивная школа после годового перерыва. Гимнастки соревновались в групповых упражнениях и в личном первенстве. Возраст участниц – от 5 до 16 лет. В состав жюри открытого первенства входили тренеры из Нижнего Новгорода Арзамаса и Сарова. У нас девочки разделены на большее количество категорий, чтобы больше было награжденных, больше было смеха и радости, меньше слез. Из-за пандемических ограничений зрителей на трибунах было немного, болельщики приходили строго по графику. Елена решила поддержать дочку друзей из Нижнего Новгорода, которая не первый раз участвует в «Весенних ласточках». Труд вкладывается такой, и это ежедневная борьба с собственными неудачами, поэтому мы болеем за каждого ребенка. Эти соревнования важны для юных спортсменок. Гимнастки оттачивают на них мастерство, учатся не бояться зрителей и выступать на турнирах более высокого ранга. У меня стала лучшая растяжка, гибкость. У меня получаются многие сложные мастерства, риски. Мне это становится легче делать, и я думаю, что я добьюсь очень много всего. Я хочу очень сильно сейчас дойти до мастера спорта. Участница соревнований Вероника Банова занимается гимнастикой 7 лет и планирует связать судьбу с профессиональным спортом. Пока хочу работать с дальнейшим тренером, и помогаю сейчас тренеру с маленькими девочками их разминать, выпускать. В финале соревнований наградили победители и вручили разрядные книжки юным спортсменкам. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова